Спасибо, Асан. Здравствуйте. Съемочная группа телеканала Atomicent Business Channel работает в мобильной студии на первой министерской конференции в рамках 8-го международного форума обеспечения устойчивого развития энергетики. Министры ряда стран, высокопоставленные делегаты и эксперты в области энергетической отрасли сегодня ищут ответы на главные вопросы, которые приблизят мировое сообщество к решению к целям устойчивого развития энергетики. Сегодня у меня в гостях заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. Наталья Андреевна, я приветствую вас в мобильной студии телеканала Atomicent Business Channel. Повторюсь, мы с вами сегодня находимся на первой министерской конференции 8-го международного форума обеспечения устойчивого развития энергетики. Это первое мероприятие в таком масштабе. Я говорю сейчас о министерской конференции. Призвано оно, наверное, повысить уровень дискуссий в разговоре о достижении цели устойчивого развития. А как считаете вы, насколько вам удобен такой формат, когда на одной площадке встречаются главы профильных министерств, в данном случае министерств энергетики, и решают важные вопросы? Во-первых, хотелось бы действительно сказать, что просто фантастические организаторы подошли к решению вопроса. Удалось действительно здесь собрать самых интересных спикеров, очень интересные дискуссии, очень интересный формат. Мне кажется, что это даже вдохнуло новую жизнь в этот формат. Я даже немножечко с опаской на это все смотрю, потому что в следующем году в Украине будет девятый форум ООН, sustainable развитие. И поэтому я вот думаю, как нам это сейчас все организировать, чтобы тоже на уровне можно было провести интересные обсуждения, которые будут действительно важны для того, как будет развиваться мир, какие приоритеты и тенденции. Потому что мы все знаем, что сейчас готовятся новые четвертые энергетические пакеты, он будет clean energy package, и есть много таких интересных процессов. У нас сейчас для Украины важно, сейчас вносятся изменения в договор об энергетическом соотношении. То есть на самом деле очень много интересных процессов сейчас в энергетике, и на самом деле мир очень динамично сейчас изменяется. Да, раз Вы уже начали говорить о том, как с энергетической отраслью обстоят дела в Украине, у меня вопрос. Сегодня очень много говорили о том, что страны должны объединить свои усилия под эгидой ООН, возможно, в том числе для того, чтобы как-то вот единым шагом идти к целям устойчивого развития. Одной из частей данного пути должен стать министерское заявление, которое сегодня будет заключено. Также рекомендовано каждой из стран представителей, которые на сегодняшний день находятся на мероприятии, принять национальные программы в рамках государства. Есть у Украины такая программа? Если есть, то какие базовые вещи здесь включены? На самом деле для Украины сейчас тоже очень интересный момент. Прямо сейчас мы финализируем нашу энергетическую стратегию. То есть мы пошли от малого потом к великому, потому что у нас не было новой энергетической стратегии. Все-таки Украина сейчас движется в сторону евроинтеграции. Мы сейчас делаем новые рынки. У нас заработал рынок газа. У нас сейчас президент подписал новый закон об рынке электроэнергетики. Мы хотим двигаться в Европу, евроинтегрироваться. И нам, конечно же, нужна новая стратегия, которая отобразит все эти наши движения и приоритеты. Но на самом деле, конечно же, нужен такой глобальный план, но это уже нужно поднимать на уровень экономики и действительно смотреть, как мы будем развивать весь комплекс селом. Потому что сталое развитие – это же не только энергетика. Нам нужно понимать, что у нас есть транспорт, у нас есть экономика, у нас есть consumption, потребительство. То есть, на самом деле, это очень большой такой объем работы. И я думаю, что очень хорошо, что у нас есть министерское соглашение. Это будет первый такой прыжок с нашей стороны, конечно. Такой коммитмент делать, двигаться в этом направлении. Но дальше, конечно, каждая страна должна сделать свою домашнюю работу и уже на следующий год показать, что было проделано за это время. – Замечательно. Сегодня вы, наверное, уже слышали, много говорили о том, насколько важна та инициатива президента Республики Казахстан, Дана Абишевича Назарбаева, о создании в Астане Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов. Как вы считаете, насколько эта инициатива действительно даст вам какой-то толчок, может быть, какой-то стимул развитию данной отрасли? Если честно, я смотрю на масштабы, мне кажется, что на самом деле вам удастся дать этот такой толчок и такой позитивный сигнал, потому что очень много технологий сейчас, мир очень динамично развивается, и на самом деле возобновляемые источники, они прям нуждаются в таком майданчике, который сведет в одну площадку потребителей страны, полисимейкеров и новые технологии. Очень интересно будет посмотреть, что с этого выйдет, но я думаю, смотря на весь масштаб и на амбиции, что все получится на наивысшем уровне. Если говорить о целях устойчивого развития в целом на сегодняшний день, на мой взгляд, все еще нет какого-то четкого единого определения, что же это такое. Цель устойчивого развития, энергия будущего и так далее. На ваш взгляд, какую характеристику мы можем, какое определение мы можем дать этому словосочетанию? И если мы говорим о важности, то, я не знаю, насколько важно действительно вместе делать, работать над развитием? Я думаю, что очень важно, и здесь, может быть, действительно нам нужно больше поработать все вместе под эгидой ООН над этим, потому что сейчас каждая страна, она больше движется, исходя от своих, скажем так, приоритетов страны. Вот, например, мы сейчас больше работаем в СССР, и у нас там сейчас ССР новый меморандум. Он тоже включает low-carbon development, декарбонизацию. Он тоже включает, например, развитие там innovations and technologies, и energy security, энергетическую безопасность, что сейчас очень просто, очень-очень важно. Но в то же время мне действительно, как вы говорите, не хватает немножко доработки этой части, которая действительно ближе к устойчивому развитию. Здесь, на самом деле, я думаю, что будет очень хорошо, если страны еще раз хорошо проработают. Потому что, например, в Украине у нас тоже был проект, есть отчет о том, как в Украине выполняются эти все критерии, как мы движемся. Но при этом, на самом деле, мне кажется, что мы больше все же движемся каждый в своем секторе. То есть у нас экология отдельная, энергетика отдельная и экономика отдельная. И действительно хотелось бы, наверное, такого единого one voice policy, с единой такой политики, чтобы почувствовать, какой же импакт на будущее именно этот sustainable development. Есть еще один у меня вопрос. Больше, наверное, он будет задан вам под бизнес-углом. Почему? Потому что основная аудитория все-таки нашего телеканала – это предпринимательский сектор. Интересно, на ваш взгляд, если мы говорим о развитии энергетической отрасли, о целях устойчивого развития энергетики, какие возможности открываются в этой связи перед бизнес-сообществом? На самом деле, возможности просто фантастические. Я смотрю, как развиваются сектора, как технологии стают дешевле, а поэтому инвестиции стают дешевле. То есть это окно возможностей, оно не закрывается, оно, наоборот, расширяется. И здесь, наверное, тоже нужно понимать, что мир все равно начал уже двигаться в этом направлении, и он никуда не денется. Сегодня очень много говорили о потреблении энергетики, о том, что каждая страна будет потреблять больше. И вопрос в том, откуда, какой ресурс, как будет этот энергий-микс выглядеть в будущем. То есть я думаю, что, смотря на то, какие просто фантастические сейчас технологии открываются, бизнес очень четко должен сейчас реагировать на все изменения. Потому что, например, solar panels. Начинают все очень дорого, большие дотации стран, поддержка и так далее. Даже сейчас технологии все дешевле, дешевле и дешевле. Есть там разные смарт-технологии и так дальше. То есть, в принципе, мы однозначно движемся к тому, к автоматизации, к диджитализации, к тому, что данные будут анализироваться другими путями и так далее. То есть, на самом деле, в конце концов, я думаю, что будет очень интересно. Потому что я думаю, что мир сейчас развивается так быстро, как не развивался вообще никогда. И я думаю, что главный совет бизнесу – это просто интересуйтесь всем новым, что появляется. И не бойтесь пробовать что-то интересное, не бойтесь пробовать новые технологии и имплементировать их в ваш бизнес, в ваше развитие. – Замечательно. И еще о рекомендациях. Вернемся, давайте с вами к министерскому заявлению, или как его еще называют, манифест министерской конференции. Если говорить о рекомендации украинской стороны, какие основные вещи вы готовы сейчас обозначить, как представитель Украины, на что, на ваш взгляд, нужно здесь обратить внимание, в первую очередь, на пути к целям устойчивого развития? – Ну, я думаю, что у нас здесь не будет каких-то кардинальных изменений, потому что Украина все-таки, она относительно своих взятых каких-то обязательств движется. То есть мы подписали Paris Agreement, и у нас уже было официальное заявление наших министров, что мы не поддерживаем США, которые сейчас пробуют выйти из Парижского соглашения. То есть мы будем двигаться наоборот на исполнение этого соглашения. Параллельно с этим, я думаю, что мы действительно сделаем больше фокус на sustainable development и больше будем работать с ООН. Нам бы тоже хотелось, чтобы мы в энергетике больше работали с ООН. Ну, я думаю, что так как Украина в следующем году проводит такой форум, то нам вообще нужно хорошо поднапрячься в этом году, активизировать все возможные процессы и двигаться очень активно. Параллельно с этим, на самом деле, мы сейчас очень много работаем с energy security, с энергетикой безопасностью во всех возможных секторах. Поэтому это тоже будет наш приоритет, и мы тоже все процессы будем под это подтягивать. У вас уже началась подготовка к международному форуму в будущем году? У нас, я думаю, что на самом деле, как и в каждой стране, есть очень большой блок бюрократической работы, который нужно сделать. Там будет отдельное постановление нашего кабинета министров и так дальше. То есть мы уже начали на эту пока бумажную работу. Ну вот я сегодня посмотрела на этот фантастический конгресс-холл, и я думаю, боже, что же нам, что-то строить или как-то. Ну, я знаю, что были страны, которые так немножко там в отелях проводили по-другому. То есть я думаю, что после этого чудесного мероприятия у нас есть много, на самом деле, такой энергии для того, чтобы с новыми силами подойти к подготовке к следующему году. Замечательно. Я желаю вам не менее успешного проведения форума в будущем году, форума по энергетике. Наталья Андреевна, я хочу поблагодарить вас за участие в сегодняшней беседе. Всего вам хорошего. Я надеюсь, мы с вами встретимся в будущем году уже у вас в гостях. Да, пожалуйста. Welcome. Спасибо большое.